Всем привет! Я думаю, все вы знаете, что у Димаша был огромный грандиозный концерт, который назывался Димаш Диджитал Шоу. Этот концерт проходил онлайн. Вход туда был только по билетам, и никто, кто не присутствовал на концерте, не мог видеть этого прекрасного шоу. Но вот Димаш выкладывает потихонечку видео. И вот в этом видео мы с вами посмотрим, как же Димаш выступил с композицией Олимпика на своем онлайн-концерте. И перед тем, как начнется это видео, хочу всем порекомендовать подписаться на этот канал, чтобы вы не пропускали интересные истории из мира музыки, а также были в курсе всех музыкальных новостей. Также вы можете стать спонсором нашего канала. Тем самым вы поможете делать нам более качественные и интересные видео. Ну что ж, давайте с вами посмотрим, как же Димаш исполняет композицию Олимпика. На самом деле, это видео начинается, ну уж очень необычно. Димаш не на сцене, а сидит в уютной комнате на мягком диване. И вот он берет микрофон и начинает петь. Посмотрите на то, как он поет, какая у него правильная вокальная позиция. Да, его действительно очень хорошо учили учителя. Для этого номера Димаш выбрал строгий, но очень красивый костюм бордового цвета. Мне кажется, этот костюм очень хорошо на нем сидит. И вот, казалось бы, песня только началась. Но Димаш сразу же обрушивает на нас просто волну своего голоса. Послушайте, какая мощь, какая уверенность. Но, несмотря на это, песня звучит достаточно спокойно. Но потом вдруг начинается резкое изменение, и напряжение нарастает с каждой секундой. Послушайте, эта композиция внезапно приобретает совершенно другой оттенок. С каждой секундой голос Димаша звучит все более громко и все более напористо. И я уверена, сейчас что-то будет. Между прочим, у этой композиции очень необыкновенная и трогательная история создания. Если вы хотите узнать, как же была написана эта композиция, то обязательно напишите об этом в комментариях, и я сниму для вас целое видео. Итак, Димаш начинает петь все более изменчивую часть, напряжение нарастает, и вот Димаш уже переходит на сцену. Обратите внимание, в этой композиции звучит очень сложная гитара. Это звучание чем-то напоминает тяжелый рок. Вообще, мне кажется, очень необычное, но очень выгодное сочетание – это прекрасный вокал Димаша. Он поет в академической оперной манере, и вот эта вот дерзкая рок-гитара – очень необычное сочетание получается. На самом деле, Димаш уже поет эту композицию не первый раз. Первый раз он спел ее в Минске, в Белоруссии. Димаш стал почетным гостем на открытии вторых европейских игр в Минске, и вот тогда-то он исполнил свою композицию. После исполнения, конечно же, его композиция произвела фурор, и он просто не мог ее не исполнить на своем онлайн-концерте. И поет Димаш, между прочим, на секундочку, на итальянском языке. И вот о чем он поет в переводе с итальянского. Каждый камень и цветок, наша земля любви потока ждет, мы дети для нее, поэты и герои. Жизнь и река течет, меняется, плывет, мы все сильны, нам нечего бояться, мы все сильны, сильнее любых наших невзгод. На самом деле я хочу сказать, что Димаш просто интернациональный артист, он объединяет все нации и все народы мира. Вы только посмотрите. Димаш поет на итальянском, на французском, на русском, на английском и на казахском языке. Или, может быть, я какой-то язык еще не упомянула. Если это так и не хватило какого-то языка, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. В этой композиции очень хорошо раскрываются вокальные данные Димаша. Песня звучит очень напряженно, но потом всех нас ждет сюрприз. Димаш просто показывает нам новый тембр. Сначала Димаш поет очень высокие ноты, но звучат они очень громко и мощно. На самом деле я удивлюсь, как вообще он так поет. Я уверена, что кроме Димаша эту композицию никто бы не смог спеть. Потому что для этой композиции нужны очень хорошие вокальные данные. Потом Димаш вообще переходит на октаву выше, вы представляете? И начинает петь выше на 8 нот, это октава, чем он пел в первом куплете. Это звучит просто невероятно. Также Димаш здесь уже добавляет вибрато. Вы только вслушайтесь, как великолепно звучат у него высокие ноты. Затем начинается снова очень напряженная часть. Димаш также остается на высоких нотах, но добавляет в эти высокие ноты уже грубное звучание. Из-за этого все эти высокие ноты звучат очень плотно и уже приобретают такой более жесткий и пронзительный оттенок. А потом Димаш еще раз удивляет и происходит нечто невообразимое. Димаш дает высокую ноту. Потом еще. И еще раз. Вообще, что он вытворяет? Как это возможно? Я действительно просто в шоке. Вот кроме Димаша, действительно, никто не смог бы спеть эту композицию. Любой другой артист попросту бы сорвался. Но у Димаша голос звучит очень уверен. Да, я согласна, что у него просто необыкновенный неземной талант. Затем композиция снова переходит в напряженный бридж, а затем и в припев. Здесь Димаш решает еще раз нас удивить. Сначала он переходит на низкий голос. А затем снова на высокий. И здесь Димаш опять берет высокую ноту. Потом, послушайте, эта нота еще выше. А эта нота, ну просто какой-то космос. А последнюю ноту в этой композиции он вообще берет на свистковом регистре. Вы вообще представляете, насколько сложно петь в свистковом регистре? Вообще не каждый это споет, тем более мужчина. А Димаш поет так и так громко и так мощно. Я удивляюсь, возможно, это фонограмма. Я просто не верю, что Димаш так поет. Меня просто его пение пробирает до мурашек. Природа наделила таким огромным талантом Димаша. Хочется сказать, что Димаш не просто поет песни, он их проживает. И даже если ты не знаешь перевода, ты все равно понимаешь, что поет Димаш и о чем вот такой он большой артист. Надеюсь, вам понравилось, как Димаш исполнил эту композицию. Пожалуйста, поделитесь в комментариях, какие у вас впечатления от этого концертного исполнения. Надеюсь, это видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайк, писать комментарий, а также обязательно подписывайтесь на этот канал. И до скорой встречи!